Телеканал Россия и студия Позитив представляют Илья Олейников и Юрий Стоянов В русской народной передаче Городок Ты уже здесь? А я пораньше пришел, чтобы не опоздать А где мне быть по твоей милости? Вот пришла посмотреть, где нас будут разводить Так все в твоем духе Суд, приговор, судья Недаром мамочка говорила, что по тебе тюрьма плачет Только не говори мне про твою мать И вообще, давай хотя бы в суде не будем скандалить Будем вести себя спокойно и интеллигентно Я не скандалю, я тебе спокойно и интеллигентно скажу Козел ты без роги Валя, я тебя в последний раз прошу Без скандалов, без скандалов, это во-первых А во-вторых, возьми свои слова обратно Обратно? Да Пожалуйста Во-первых, ты не козел Ну слава богу А во-вторых, не без роги Что? Что ты сказал? Что ты сказал? Кто я? Кто я? Скажи мне Я хочу знать, кто я? Кто я? Скажи мне, кто я? Городок без скандала Так вы вредно Так и знал Что когда-нибудь потащишь меня в суд И чего ты хотела? Когда-то ты затащила меня в ЗАГС А теперь я тебя в суд А куда тебя еще можно было затащить? После того А? Ну знаешь, после чего? Знаешь После того, что между нами было Прямо в институте, прямо на выпускном Куда? Только в ЗАГС В ЗАГС Название какой-то идиотский ЗАГС Запись актов Гражданского состояния И откуда только у женщин берется это убеждение Что любой акт требует записи Ох ты гад Что? 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 Прекрати сейчас же Прекрати Гражданского состояния Добрый вечер Здрасте Закрыто Закрыто На мероприятии закрыто Типа Вот Читать умеете? Кто это такое? Ну что? Вот И здесь Типа не пускают Негде Бедному командировочному Типа закусить Так ты же Я вижу Уже того Типа закусил Да-да Типа закусил Но без закуски Жрать так хочется Просто сил нет Просто А тут что? Типа банкет? Нет Просто типа свадьба Свадьба Это хорошо Свадьба Мама холодцом Пахнет Ой А вы тут Типа кто? Я тут Я тут типа Отец невесты Отец Папа Батя Я умоляю тебя Проведи меня туда Я тебя прошу Проведи меня Типа я гость А? Ну я не понял Так ты с чьей стороны будешь? Со стороны жениха Или со стороны невесты? Я буду со стороны холодца Батя Как это? Ну ладно Ну че ты Ну на свадьбе придет Гостям больше Гостям меньше Но все равно Никто не замерит А я тихонечко В уголочке По-быстренькому Типа похабываю И все Ну пожалуйста Я не знаю Ладно Что мы придумаем Пошли Пошли Это со мной Шалмай отсюда Гость Со стороны Папы невест Ну Здрасте А вот и мы Кто говорил Что жених не придет Можешь не благодарить Горько 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 Раз Два Три Четыре Горько 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 Ну приходи Ну небольшие Горько Бывали дни Когда ты меня Между прочим Солнышком Называла Да Да Бывали дни Бывали Раз в полгода Бывали такие дни Я эти дни Для себя Так и называла День летнего Солнцестояния И день Зимнего Солнцестояния Кто Что А ну повтори А ну повтори Повтори Что бы я сейчас Сказала Господи Господи Акафа Что случилось Видишь Вот ты видишь Вот что Что они со мной сделали Напали Отняли документы Деньги И раздели Это ж я Еле Еле живым ноги унес Это звери Понимаешь Звери Круглым Звери Акафа Нельзя так Говорить Не говори так Акафонька Ну все таки Добрых людей Значительно больше Чем плохих И добрые люди Всегда должны Помогать Друг другу Акафа Но главное Что нашлись Твои вещи И документы Нашлись И даже Деньги Не может быть Как это Ну как это Один Добрый человек Принес Он В паспорте Нашел адрес И по адресу Принес И он Тоже Считает Что Добрые люди Довны Помогать Друг другу Акафа Какой еще Человек Вот этот Добрый Человек Добрый Человек Выходите Пардон Пардон У меня С вашей Женой Ничего не было Ничего не было С его женой А из окна Из окна Из окна Когда мы вошли Я Я случайно Это недоразумение Просто Это недоразумение Товарищ Товарищ Ну Повольте же вам Помочь Добрые люди Довны Помогать Друг другу Пожалуйста Как только разведемся Я пойду к соседу нашему Кольке У него своеобразная контора Попрошу его Чтоб Подыскал мне Кого-нибудь Получше Ну что с ним Получше тебя А может Не суетиться Я уже сегодня Утром там была Оставила свою анкету Никогда Николай сказал Что теперь Лучшее Что у них есть Это я Ага Да Откуда он это знает Ну Он знает Вот с утра И знает Ужас Мадам Вы вообще здесь Когда-нибудь начнете работать Мы работаем Это вы называете работой Значит Вот уже месяц Каждый день Я прихожу В это ваше Так называемое Брачное агентство В надежде Что вы Подберете мне Хоть какой-то Объект Достойный внимания Такой женщины Как я И что Вы Каждый день К нам приходите А мы каждый раз Предлагаем вам Варианты Вот это вот Ваши варианты Вы знаете Я себя Не на помойке нашла Чтобы соглашаться Вот на такое Я вас просил Что у моего мужчины Должен быть нос Вот такой Как у Николая Номер 245 Николай Ушки Маленькие Остенькие Как у Эдуарда Номер 167 Угу И главное Глаза Вот глазки Чтобы у него были Такие же голубенькие Как у Сереженьки Номер 722 Что? Сегодня вы Получите Такого мужчину Правда? Правда Желание клиента Для нас закон Я Сделал это Вы нашли мне Такого мужчину? Нашел Прошу Ой господи Что? Ну вот Я нашел Трех мужчин И мы с вами Сделаем из них Одного Да вы не волнуйтесь Я все под наркозом Вот пожалуйста Держите Скальпель Так Значит вы Быстренько Отрезайте И пришивайте Вот эти ваши Миленькие ушки А я пока Выковыряю Сереженьки Глаза Или нет 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 Все таки Сначала Отрежем нос Вот Господи Кажется Получилось Давайте Вставайте Ребята Вставайте Всем спасибо Спасибо Все что? Да Все Ну я надеюсь Что теперь она уж Точно не придет Вы знаете Ладно Давайте Будем резать Только быстренько А то я к фрикмахеру Опоздаю Так что же это получается Что женская верность Осталась только в сказках Так что ли? Ну почему же Еще в песнях В стихах В былинах Ага А вот мужская верность Жива Ну я так надеюсь Что про мужскую верность Это ты не себя имеешь ввиду Да? Мау Вот брат мой Помнишь Двою родину Помнишь? Так вот он Год был в командировке И ни разу же Не изменил Ты представь Год в командировке И ни разу Так он же не просто был В командировке Идиот Он был в длительном Одиночном Космическом полете Сказка о молодильных яблочках И других биологически активных добавках Космическом полете Космическом полете Космическом полете Космическом полете А, смотри как запел Молодильное Это тебе Дорогая моя жёнышка А, правда молодильная? Ну конечно Хочу, чтобы моя жёнышка Снова молодой стала На, кушай Мытая Дай сюда На, вот теперь мытая Молодильное яблочко На, иди сюда Ну дай я тебя поцелую Не, не Ну поцелуй Не, не Сначала съешь А потом поцелуешь Вот в таком порядке Да Ах, хитрова Что-то плохо одно Плохо? Да Ну так это хорошо Сначала так и должно быть Значит процент пошёл Ты всего минутку потерпи А через минутку Снова жёнушка у тебя будет Молодая И красивая Как пятьдесят лет назад Да Да Всё без обмана Снова у меня жена Молодая будет Настенька Радости моя Заходи Заходи Ну вот И минутки не пройдёт Как будем мы здесь с тобой Жить, поживать Да добра Наживать Кто это? Это Да это так Бабушка моя Что такое Сердце? Да ничего Всё нормально Ну что нормально Покалывает? Да ничего не покалывает Точно не болеет? Нет Когда ты мечтала Стать судьёй Слушается Дила О разводе Гражданина Петькина М.Б. С гражданкой Петькиной В.И. Голос у меня хороший Правда? Вообще могла бы Стать певицей Если б не пожертвовала Вот всей жизнью Ради тебя Давай обойдёмся без жертв Замолчите Подсудимый Чего это я подсудимый? А как Как судья тебя должен называть? Меня? Потерпевший Жизнь Замечательных Людей Великому Русскому Тенору Собинову Часто не везло С соседями Зато соседям Часто везло С Собиновым Я ваш сосед Вы меня конечно извините Но ко мне пришли гости А вы тут Понимаешь Поёте Опять вы Каждый раз Одно и то же Да я пою И что же Я певец Я певец Время ещё не позднее Я распеваюсь Перед концертом Я имею право Может быть Может быть Но мои гости Очень недовольны И вы меня В очередной раз Извините Но вы знаете Я пою В лучших театрах мира За мой голос Платят Огромные деньги А ваши гости Недовольны Вот назло Вам И вашим гостям Буду петь ещё Час Ну хорошо Хорошо Но только Только Не Ленского Я вас умоляю Не Ленского Уже вот так Надоел этот Ленский Ленский Вам чем досадил Ленский То в чём Виноват Вот начну сейчас Именно С Ленского С Ленского С Ленского И не забирайте дверь Ирочка Ленского Ну Значит так Господа Люди Громадные деньги Платят Чтобы его услышать А я с вас всего-то По червонку беру Значит так Поцелковому накиньте Заренского Угу Угу Божественно Что такое что Ничего Что болит что ли Ну ничего не болит Ну что сердце да Нет Нет Ну и хорошо Ничего Скоро закончатся твои скандалы Твои волнения Вот сейчас вот сурья придёт И я забуду тебя Как кошмарный сон Скотина Скотина неблагодарная Она и есть неблагодарная Скотина О Даже спасибо мне За все эти годы Не сказал Ой да пожалуйста Да пожалуйста Вот тебе моё спасибо А мне от скотины Благодарность не нужна Нет Знаешь Миша Как-то подумал Вот Вот если бы к примеру Ты пришёл И застукал бы меня С кем-нибудь Вот так вот Ну чё Убил бы А Мужчина Убил бы А Да что ты Я на это не способен Конечно Что я зверь Как он будет В конце концов Угу Не Не убил бы Что ты Но покалечил бы здорово Руки бы поломал Ноги Эх Не сбылось Ох ты Ой Что-то у меня действительно Сердце прихватывает У меня тоже прихватывает А Что болит Да сердце Ой Сердце Оказывается У тебя есть сердце Да Представь себе Вот такое вот кино Киноанонс Здравствуйте товарищи Наконец-то нашли Здорово вам мужики Здорово 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 Кто такие Так пополнение Вашу бригаду А вам что не сообщили Что к вам пополнение едет Сообщили Мы Мил человек Это пополнение Уже Полгода ждём Полгода Это уже Это уже Шесть месяцев 183 дня А Только нам сообщили Что к нам едут Лесорубы Медсестра И повариха А я тут вижу Только лесорубов А тут такое дело У нас по дороге Вездеход Сломался Женщин Обратно Вот вернули А мы Вот с другом Решили не возвращаться И трое суток Так через тайгу Пёхом И вот Всё-таки Дошли Да Такое дело Мы их полгода ждём А они их вернули Ну да Ну ладно Располагайтесь Спасибо Значит Вот наши Документы Нет Это не надо Не надо Документы Ну раз Такое дело Тебя мы будем звать Ира А тебя Люся И Баба Люся Скоро Смотрите художественный фильм Девчата Ой Ну что взяли Давай Не надо Не надо Положите его Подождите Подождите Ребяточки Сейчас Сейчас Пронесём Миша Что? Мишенька Мишанечка Ой Что? Варя Что? Послушай Если мы с тобой Больше никогда не увидимся Ну ты понимаешь меня Ты знаешь Ты это брось Брось это сейчас же Брось Ты послушай Ты меня Миша Если мы больше не увидимся Ты своё место На кладбище Рядом с моим Не продавай Мишка Нас Развести Не успели Ты не волнуйся ты Ну всё будет в порядке Нас ещё сто раз разведутся Нет Нет Ты мне обещай Ты мне обещай Что после Ну ты понимаешь Что мы будем лежать Только рядом Миша Это потому что Ты меня любишь Да? Потому что я тебе ещё Не всё сказала Миша Не всё Господи Это скандал Когда-нибудь закончится Или нет? Ребята Ребяточки Послушайте меня А можно мы поедем С ним В одной скорой помощи Нет Нет Не поместимся Наверное Но тогда В реанимации Мы должны быть рядом Мы должны лежать В одной палате Потому что мы Жить друг без друга Не больше Мишка Ты где? Где ты, Миша?